В Тамбове работы по благоустройству дворов выходят на завершающий этап. У нас, как и в стране в целом, приоритетный проект формирования комфортной городской среды в этом году реализуется впервые. В настоящее время из 253 дворов благоустроены 184. Успеет ли до снега? Почему случилось отставание от графика? И довольны ли жители проделанными работами? Ответ на эти вопросы искала Валентина Слыкина. Двор 56-го дома на Чечерином. Работы по благоустройству еще не окончены, а жильцы уже недовольны. Они опасаются, что новый асфальт не переживет ближайшую зиму. Толщина твердого покрытия даже превышает нормы. А вот качество оставляет желать лучшего. Соглашается с жильцами зампредседателя Гордумы Марина Подгорнова. Вчера вырезали вот эту часть, они доказали, что здесь больше 3,5, тут дальше 5. Но когда мы сегодня и вчера изучали, все-таки я считаю, что асфальт это вот. Нижний слой, основательный слой положен вовремя, положен в достаточно хорошем качестве. А вот верхний, мелкозернистый, локально положен, видимо, уже либо пережженным битомом, либо остывший асфальт был. Долговой центр, который контролирует подрядчиков, работы в этом дворе еще не принял. Вырезку асфальта отправили на экспертизу. На основании ее заключения дорожников могут обязательно счистить этот асфальт и уложить новый, который выдержит гарантию в 5 лет. Приближение холодов дорожников не пугает. В асфальтобетонную смесь они добавляют минеральные добавки, что позволяет работать и при температуре минус 10 градусов. А между тем новый асфальт во дворах должен был появиться еще до конца октября. Основная причина задержки сдачи дворов по асфальтированию именно состоит в том, что много дополнительных пожеланий жителей. То есть кому нужно дорожечку положить, кому тротуар сделать дополнительный, кому парковку нужно сделать. В итоге, где мы по графику планировали во дворе находиться от 10 до 15 дней, пришлось задержаться там до 20-25 дней. Жильцы 183-го дома на Карла Маркса попросили заасфальтировать отмостки и дорожку за домом. Эту зону подрядчики не обязаны ремонтировать, но пошли навстречу людям. Жители этого двора на данный момент не имеют претензий к благоустройству, во всяком случае к асфальтированию. Довольны и пешеходы, и автомобилисты. Было очень плохо, было очень плохо. Сейчас стало идеально. Идеально ничего нет, но очень хорошо. По проекту «Комфортная городская среда» новый асфальт появился уже в 23 дворах Тамбова. Проверяющие приходят на объекты на всех этапах работ. Однозначно. У нас большинство дворов выполнены с хорошим качеством. Претензии по качеству асфальтового покрытия – это буквально единицы. Более того, мы работаем с подрядчиками на предмет того, чтобы они исправляли сразу свои недоделки. Затянули с благоустройством 13 дворов. Работа в каждом сейчас на контроле администрации области. Директор долгового центра уверяет – асфальт везде доделают. А вот в районах «Комфортная среда» реализуется почти без нареканий власти. В благоустройстве преуспели Уварово, Кирсанов и Мичуринский район. В реконструкцию площадки в Новонекольском вложили более 5 миллионов рублей. Дизайн проекта обсуждали всем двором. Обсуждений было очень много. Каждый предлагал свое видение проекта, что хотелось бы. Кто-то говорил, что должна быть зеленая зона. Кто-то говорил о том, что необходимо сделать парковки под транспорт. В результате сельский двор выдвинули на всероссийский конкурс, как лучший двор Тамбовской области. Валентина Слокина, Виктор Марченко и Анна Мусатова. Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова